Здравствуйте, меня зовут Синаида. Сегодня мы поговорим немножко об новой физиологии. Все знают, что поверхность человека покрыта кожей. Функции кожи – терморегуляция, то есть поддержание постоянной температуры тела. Функции кожи – это выведение опасных для организма веществ. Например, если человек отказывает точки, на поверхности кожи появляется такой солеватой неприятной потертости и вызывается драматит. Таким образом, организм освобождается от солимой чувакислоты. Функция кожи – синтез биологически активных веществ. Более простой пример – это синтез витамина В3, когда мы находимся под действием сложных веществ. Также в коже содержится большое количество кровеносных сосудов, в которых записается кровь. Очень важно, что если взять объем крови в теле человека за 100% принято, то циркулируют по кровеносным сосудам только 40, а 60% находятся в так называемых допокровях. К ним относятся кожа, легкие, печень и зелень. Начнем, пожалуй, мы с головы. Голова делится на лицевой отдел, то есть лицевой череп. Здесь находятся мимические мышцы, благодаря которым мы можем улыбаться, закрывать глаза и так далее и тому подобное. И мозговой отдел, в котором находится непосредственно головной мозг. Центр нервной деятельности, отвечающий за все функции, происходящие в нашем организме. Также отвечающий за высшую нервную деятельность. Такой дар, как говорится нам, память, мышление, речь и так далее и тому подобное. Перейдем на шею. Мужчины, вы можете потрогать у себя так называемый кадык или адамова яблока. Это гортань. Гортань состоит из хрящей, соединенных между собой связками и покрытых мышцами. Угол так называемого щитовидного плеча и образует адамова яблока. Если подняться от него на 1,5-2 см вверх, то в этом месте проецируются голосовые связки. Голосовое образование происходит на выдохе, когда воздух проходит между теми связками, называют их колебаниями. Обеспечивает тембр голоса не только структуру самих голосовых связок человека, а также те синусы, то есть как бы полости в костях черепа, которые у нас есть. Эти полости есть в костях основания черепа, в лобной кости, в верхней черепе, называемой известной на аминальной пазухе. Все это определяет тембр нашего голоса. Следует сказать, что гортань сама по себе очень хорошо иннервирует. Поэтому любые травмы в области гортани и даже очень сильные прикосновения вызывают у человека чувство патологического страха. Он боится за свою жизнь. За гортанью располагается пищевод. В верхней части проецируется труботка и дальше идет пищевод. Орган полы, то есть представляет собой по сути трубку, в кончу которой пища продвигается с ртовой полости плоткой, и в лодке уже пищевод проникает в желудок. За пищеводом находится позвоночник. В позвоночнике внутри как бы самого костного, находится спиной мозга. При повреждении, мы можем сказать, спинного мозга могут выключаться не только отдельные функции, допустим, работать верхние конечности, нижние или части внутренних органов. При повреждении спинного мозга в области первого, второго шейных позвонков и перехода головного мозга спиной, летальный исход немедленно в течение нескольких секунд. Шея, вот эти органы шеи, они покрыты мышцами со всех сторон для того, чтобы защитить, потому что это уязваемость, так как вы понимаете. За гортанью следует трахея. Трахея представляет собой также трубку, состоящую из хрящевых полуколец. Вы спросите, почему природа предусмотрела полукольца? Полукольца потому, что сзади к трахею примыкает пищевод. Согласитесь, было бы неудобно глотать, если бы кольцо было замкнуто полностью и упиралось впереди куда-то в крячь. Эти хрящевые полукольца соединены между собой связками внутренней связистой и ворсинкой. Все это помогает задерживать те вещества, то пыль, которая находится в воздухе и которая выдыхает. За трахеей следует бронхи. То есть трахея сама по себе делится на два бронха, правый и левый. Правый бронх, он представляет собой как бы непосредственное продолжение трахея, но короче и шире. Поэтому маленькие дети очень часто заглатывают какие-либо предметы, заглатывают именно в правый бронх. Левый бронх более длинный и узкий. Бронхи делятся, заходят в легкие и начинают делиться. Делятся они подобно ветве дерева. Один дает еще два, и тогда это не подобно. И так образуется бронхи 16-го порядка. Вы можете представить, что в диаметре это порядка нескольких микрометров трубочка. Эта трубочка на конце заканчивается так называемой альвеолой, как будто шарик. Этот шарик пронизан кровеносными сосудами. В него попадает воздух и в этом месте происходит насыщение генозной крови кислородом и она становится артериальной. Таким образом я вам рассказываю структуру легких. То есть сами по себе легкие это вот эти шарики на бронхах висящие, которые объединяются вместе и образуют вот эту плотную левую ткань. Вот в общем мы можем показать вот это легкие. Легкие сами по себе. Легкие сами по себе не имеют нервных кончаний. И болезни легких вы не почувствуете. Вы можете почувствовать только болезни бронхов, либо плевы, которая покрывает легкие и в свою очередь очень хорошо умерли. Итак, мы подошли к грудной полости. Грудная полость, спереди кожа, подкожно-жировая клетчатка, фасции. У женщин, у обычной железы находят подкожно-жировые клетчатки, более выраженные, но еще менее выраженные. Затем идем слои мышц, большая грудная мышца, малая грудная мышца, под которыми находятся ребра. Ребра между собой соединяются так называемыми межреберными мышцами. Ребер всего у нас 12. 7 так называемых ребер истинных. Истинные ребра прикрепляются к грудине. Если посмотреть сверху, грудина у нас показывается вот здесь. Все пощупали углубления. Это называется легенда вырезка грудины. Итак, 7 первых ребра прикрепились у нас к грудине непосредственно. Остальные 3 ребра прикрепились к верху лежащему ребру и в конце прикрепляется опять к грудине. Пощупали у себя вот это место, это реберная дуга. Вот эти 3 ребра, про которых я вам сказала. Последние 11-12 ребра называются ложными, потому что они ни к чему не крепятся и свободно располагаются на мягких тканях. Итак, зачем я вам рассказала про мышцы, которые соединяют между собой ребра. Грудная клетка это замкнутое пространство, которое не может сообщаться с окружающей средой. В ней создается отрицательное атмосферное давление, благодаря чему при вдохе оно расширяется и воздух устремляется в легкие. Представьте себе полость, окруженную спереди мышцами и ребрами. Внизу ее прикрывает диафрагма. Это мышца, которая прикрепляется к ребрам спереди, к грудине, к позвоночнику сзади. То есть эта полость абсолютно замкнута. И вот происходит сокращение диафрагмы. Она имеет вид купола. Она сокращается и уплощается. Межреберные мышцы сокращаются и поднимают ребра. Это все увеличивает объем грудной полости. В результате этого воздух начинает стремляться в легкие и они расширяются. Затем сокращение прекращается, мышца расслабляется, диафрагма опять поднимается и становится куполом. Ребра опускаются и воздух выпирает из легких. Функция легких не только воздухообмен с окружающей средой. Существует группа называемых не дыхательных функций легких. Во-первых, у легких проходит обучение так называемой системы Т-лимфоцитов. Это иммунная защита нашего организма. Здесь клетки встречаются с антигенами нашей внешней среды и проходят обучение. Учатся распознавать их и убивать. Здесь происходит согревание воздуха. То есть не только когда воздух попал в нос, в гортань, трахею, бронхи и так далее. Проведены опыты, что даже если животное поместить при температуре воздуха минус 55 градусов по Цельсию, то воздух в его альвеолах будет равен температуре тела. То есть в принципе 37 градусов. Сердце более загадочные и интересующие всех органы. Сердце само по себе представляет мышцу. Мышца, которая имеет у человека 4 полости. 2 предсердца и 2 желудочка. Условно врачи разделяют сердце на 2. То есть правое сердце и левое. В правом сердце у нас венозная кровь, в левом артериальная. В правое предсердье в него попадают 2 полые вены. Нижняя и верхняя. Верхняя полая вена собирает кровь от головы, верхнего плеча и верхних конечностей. Нижняя полая вена собирает кровь из нижних конечностей и туловища. Все это переливается плавно при сокращении в правый желудочек, откуда отходит легочный ствол. Следует отметить, что анатомы в свое время придумали, что те сосуды, которые впадают в сердце, называются веными. А исходят из сердца, называются артериями. Потом было придумано название венозной артериальной крови. Венозная значит бедная кислородом, артериальная значит богатая кислородом. Здесь началась путаница. Потому что легочный ствол он исходит от сердца, значит он является артерией. Но в нем течет венозная кровь. Эта венозная кровь попадет в легкие, где попадет в сеть капилляров, которые будут окружать вот эти альвеолы, о которых я вам рассказывала. Она насытится кислородом, станет артериальной и вернется по легочным венам, потому что они впадают в сердце, значит они вены. Вернется вправо, в левый желудочек. Из левого желудочка прельется в левое предсердие, извиняюсь. Из левого предсердия прельется в левый желудочек и устремится в аорту, в самый крупный сосуд человеческого тела. Представьте себе, что аорта в диаметре составляет два с половиной сантиметра. Сердце располагается в левой части, в одной полости. Не по средней линии, как многие думают, оно располагается косом. Ось сердца проходит, представьте себе, сзади наперед, справа налево, сверху вниз. То есть, если мы положим вот так, вот так располагается наше сердце. Сердце сверху покрыто перекардом. Между перекардом и сердцем существует пространство. И если человек заболевает воспалительными какими-то заболеваниями, то этот перекард может сливаться с сердцем и образовывать какую-то оболочку, которая дает ему сокращаться. Очень тяжелое осложнение. Итак, сердце подвешено на сосудах. Оно качает кровь. И многие так считали, как говорится, с эпохи Древней Греции. Вот в 16 век Андрей Лизавлий, известный ученый Анатом, проводит публичное вскрытие. Он вскрывает брудную клетку своего пациента и что он видит? У него бьется сердце. Естественно, Инквизиция предложила в зале женщин-простресса то, что он вскрыл не труп, а живого человека. Но в зале отделался только на мозг. Итак, кто же был труп или все-таки был живым? Теперь я сижу каждого маята. В 19 веке он не представляет по мышечной системе, по проводящей системе сердца, заставляет его сокращаться. Поэтому мозг может быть мертв, а сердце может биться. Андрей Визалий стал свидетелем этого случая и за что, собственно говоря, это платится. Вот это образование, которое вы видите здесь, это не живая крыша. Это так называемый тинус или гилочковая железа. Этот орган очень развит у маленьких детей. Именно здесь происходит созревание ионной системы человека. К 20-25 годам он атрофируется и становится, ну, где-то размером, ну, в диаметре сантиметра 4. Считается доказанной взаимосвязь этого органа с надпочечниками. Если у ребенка задерживается, ну, как бы, деградация этого органа, у него задерживается половое развитие. И наоборот, если органы инвалируют его очень рано, то вторичные половые признаки у ребенка тоже проявляются очень рано. В диафрагме мы поняли, что это мышца, которая имеет форму купола. В ней есть отверстие, через которое находится сосудовый живот, пищевод, который потом перейдет в живот. И так, одна клетка вроде бы разобралась. На этом рисунке сейчас мы не все понятно, на этом мы все осталось объяснить. Брюшная полость – это пространство, ограниченное брюшиной. Это определение натуры. Мы когда-нибудь обрабатывали мясо и срезались на уплевки. Да, вот такие плотные пилые плевки. Чье мясо? Мясо из войску и на галядину. Вот эта плевка, вот она точно так же выглядит в брюшной полости. Покрывает все ее органы. Покрывает внутреннюю стенку, то есть мышцу изнутри. Покрывает все органы и подвешивает их на дизайне стенку. Вот можно увидеть, что вот это у меня есть, вот эта плевка. Органы брюшной полости делятся на два вида. Поэнхематозные, то есть те, которые на разрезе плотные. И полые, то есть те, которые на разрезе имеют вид трубки. Вот как на этом рисунке. Вы видите, что вот этот орган у нас плотный. А вот эти органы трубочные, да? Сейчас мы разберемся, что это такое. Ну, начнем с пищеводок. Пищевод вошел в брюшную полость и образовал желудок. Желудок – это орган, хорошо энергии, но имеет форму рога. Обычно говорят, что желудок заканчивается на два сантиметра выше губка. Но у людей, которые любят поесть, он может опускаться и ниже. Желудки различают малую и большую кривизну. Вот так вот. Малая кривизна – большая кривизна. Желудок – это мышечный орган. В нем три слоя мышц – продольные, поперечные и косые. Образуются два шома, как бы циркулярные слои, которые образуют вход в желудок, то есть там, где пищевой переходит в желудок, и вход в тонкий кишечник, там, где желудок переходит в двенадцатиперстную кишку. Желудок очень хорошо энергируется, поэтому все заболевания желудка человек ощущает на себе очень здорово. В плоте даже не кажется небольшим воспалением. Слизистая желудка заставляет человека бледнеть ее опыт. В желудке вырабатывается желудочный сок. Среда кислая. И здесь происходит переваривание пищи. Перевариваются здесь белки, перевариваются здесь углеподы, и свораживаются жиры молока. Жиры животные здесь не перевариваются, они в свою очередь в кишечнике. Все это переваривается, как бы белки разделяются на более мелкие части. Углеводы делятся на монопептиды, на моносокора и так далее и тому подобное. Но усваивается в этом органе пища, то есть она практически не усваивается, она ждет в свою очередь в кишечнике, основное место, где она всасывается, впитывается и попадает в организм. Желудок, его основная функция, безусловно, в кишечнике, безусловное пищеварение. Но также желудок всасывает ион флора и ион водорода, который входит в состав желудочного сока, чтобы мы его просто так не теряли. В желудке образуется так называемый фактор КАСЛА. Это фактор, который связываясь с витамином В12, помогает его всасыванию. Если у человека не всасывается витамин В12, у него развивается злокачественная алюмия, и люди могут погибнуть. Желудок продолжается. Кишечник. Кишечник тонкий. Тонкий кишечник у нас состоит из трех отделов. 12-перстная кишка, тощая и подвздошная кишка. Тощая кишка, она не потому названа, что она тонкая, просто при вскрытии она складается, и поэтому выглядит тоньше, чем у остального отдела. Подвздошная кишка, названа так, потому что эта часть кишечника располагается в области подвздошных костей, и таза. Представьте себе, что длина тонкого кишечника порядка 16-18 метров. Кроме того, это не все. В 3 тонком кишечнике есть ворсинки. На ворсинках есть микроворсинки. И если разложить нашу кожу, то она займет 2,5 метра квадратных, а вот если разложить наш кишечник, то он займет порядка 2 тысяч метров квадратных. Все это, все эти 2 тысячи метров квадратных, это все всасывательная поверхность. Здесь расщепляются вулки, жиры и углеводы. И эти 2 эпизоды в этом случае в унижайной пирамиде кишечник моноэ тщщи-е-ы че-е-ш-э-р-э х я и располагается он за желудком. В латинском языке имеет нас панкреас, переводит на обозначок мясо, но действительно нельзя ходить мясо. Многие считают, что функция желудочной железы это только синтез инсулина. В желудочной железе вырабатываются основные ферменты, которые пливают нашу пищу. Вырабатывается анетиноз и активирует желчную печь в кишечке. Поджелудочная железа синтезирует фактор П, соматостатин и т.д. Что улучшает пищеварение и восстанавливает. В общем, функций у этого, казалось бы, маленького органа очень много. Печень. Печень это самый большой орган нашего организма. Представьте себе, что его масса достигает 2,5 кг. Структура этого органа очень сложная. Кроме своей собственной системы кровообращения, артерия приносит, как она собирает, он еще занимается чисткой крови, наступающей от всех органов непарной брюшной полости. То есть желудок, селезенка, толкий кишечник, часть толстого кишечника. Так называемые венопорте. Почему порте? Потому что названная анатомия, место, куда попадают и выходят эти сосуды, воротами печени. А на латинском ворота печени это порте. Ворота, вообще порте. Поэтому венопорте. Итак, мы определились одной из функций печени. Она занимается тем, что обезвлежит все ненужные организмы, но опасные для организма вещества с помощью реакции. Это наиболее главные функции. Кроме того, печень синтезирует желчные кислоты, которые поступают в желчные кислоты, в желчные ферменты, которые входят в состав желчи и поступают в желчный пузырь. Основная функция желчного пузыря – это концентрация желчи. То есть из того, что он получает, он всасывает себя в стенку воду и образует концентрированный, как бы, такой жгусток. Он ждет своей очереди. И когда у печени не хватает сил постоянно выделять желчной, он берет эту функцию на себя и выделяет вместо нее какое-то время, чтобы она гнала. Это время своих сил. Итак, печень синтезирует желчи. Печень обезбреживает кислоты. Кроме того, печень синтезирует холестерин. Многие думают, что холестерин не нужен организму. Нет. Холестерин нужен. Из холестерина синтезируются гормоны. Гормоны, без которых человек не может жить. Гормоны, в том числе, и половые. Печень содержит очень много клеток крови. Клеток, которые защищают наш организм, о которых я говорила. Которые проходят обучение в тимусе и легких. В печени существуют особые системы разрушения, переработки билирубином. Билирубин – это продукт, который образуется при разрушении гемоглобина. Его нужно нейтрализовать. Когда нарушается эта функция печени, у человека возникает желтунка. Билирубин не только окрашивает кожные покровы в желтый цвет, он также очень токсически влияет на головной мозг. Поэтому люди с долгой желтухой ведут себя, мягко скажем, неадекватно. У человека называется интоксикация. Ему плохо, у него повышается температура, точность арбота и так далее. Но это один из немногих функций печени. Также она превращает углеводы в жиры. Если углеводов еще много, а если углеводов мало, способен превратить жиры в углеводы. Жиры откладывает себе это и является депо крови. То есть в случае экстремальной ситуации она может выбросить кровь в общую кожу. Из печени отходит желчный проток общепеченочный, который потом делится на холидах. У него впадает уже проток поджелудочной железы и вместе они открываются одним сосочком двенадцатиперстную пешку. Здесь происходит переваривание пищи. Желчь жиры делят на маленькие части, эмульгируют. Для того, чтобы они могли обработаться ферментами и всосаться. Пища всасывается в тонком кишечнике. Он, тонкий кишечник, очень богат лимфоидной ткани. Мы должны понимать, что все, что отлично от нас, любая пища, огурцы, помидоры, мясо, это все чужеродное для нас. И организм на это может реагировать неадекватно. Так называемая аллергия, когда он воспринимает это как внешний фактор, как агрессор. И здесь происходит обучение тоже клеток, чтобы они не реагировали таким образом, как на чужеродные агенты, на пищу, которую мы едим. Итак, пища переварилась. Пища частично всосалась. Но есть вещества, которые не перевариваются. Например, клетчатка. Мы не способны переваривать клетчатку. И, наверное, это хорошо. Потому что в нее вскапливаются излишние фигменты, излишние части пищи. То, что перегнивает, то, что не обрабатывается. И поступает в толстый кишечник. Толстый кишечник, конечно же, не вызывает, но очень тонкий. Он толще, потому что его назвали толстым. Основная функция толстого кишечника – это всасывание жирности. Потому что в пище содержится вода, а вода нашему организму очень нужна. И потеря ее – это значительная растрада. И также присасывается. В толстом кишечнике находятся микроорганизмы, которые нужны нашему организму, как воздух. Шерихи и колеи – это кишечная палочка. Нормальная среда. Эти организмы вырабатывают вещества, которые не только переваривают то, что мы не можем переварить сами. Которые не только синтезируют витамины, группы В и витамин К, которые нам нужны. Также в толстом кишечнике вот эти бактерии препятствуют росту патогенной флоры. Поэтому маленьких детей, у которых кишечных палочек очень мало, они недоразвиты, может возникнуть, допустим, еще 100 лет назад заболевание, которое убирали детский паноз. Действительно, дети в течение нескольких дней могли умереть от этого заболевания. Итак, пища наша обработалась. В ней остались, как говорится, остатки роскоши, клетчатка, которая не переварилась, все патологические вещества, которые выделил наш органин через кишечник, ненужные. И поступила она в прямую кишку постепенно, и, соответственно, мы пошли в теле и совершили актификацию. Итак, орган брюшной полости показывает. Вот это печень, самая подышащая. Вот это желудок. Вот это толстый кишечник. Видите, что на разрезе он намного значительнее, чем по поводу, как и питомные кишки. Все эти органы подвешены к задней стенке брюшной полости с помощью брюши, о которой мы говорили. Вот это желудочная железа. Видите, что наносите на малю. Селезенка. Горбан-загадка. Называл его галет. В действительности еще десять лет назад при поставлении хирург на стол селезенку удаляли, не задумывались вообще, зачем нужно. Считалось, я думаю, вы знаете, это из школы селезенка в кладбище метроцитов. В действительности нормальный здоровый эритроцит, молодой, он способен сжиматься, разжиматься, проходить сквозь барьеры. Так вот, селезенка представляет собой сеть. И когда эритроцит стареет, он становится похожим на шарик, аминодиск, он застревает в этой сети и погибает. В зоне уделяется гемоглобин, который в последующих реакциях будет разлагаться, образовывая токсическое вещество гемоглобин. Остается в селезенке железо, поэтому селезенка является как бы запасником железа для организма. Ну, так и думали, что эритроцит разрушился, мы удали ему не разрушился, но стало было. Но потом оказалось, что, в частности, дети маленькие, которым удаляли селезенку, заболевали, так называемым, вторичным иммунодефицитом. Это заболевание чем-то похоже на СПИД, когда ребенок не может сопротивляться любой инфекции, поступающей из него. Врачи в действительности задумались, только ли селезенка кладбища эритроцитов. И оказалось, что не только. В селезенке при развитии ребенка в утробе матери образуются все клетки крови нашего организма. Тромбоциты, лейкоциты, эритроциты К 9 месяцу все эти дела, все эти клетки перемещаются в красный костный мозг костей, где они будут синтезироваться всю нашу жизнь. А в селезенке остаются зародыши лимфоцитов. То есть часть клеток будет синтезировать из лимфоцитов, часть клеток будет синтезировать красный костный мозг, А часть клеток будет синтезировать селезенку. И когда мы ее удаляем, мы лишаем человека той части его лунной защиты, которая находилась в селезенке. Это одна из функций селезенки. И врачи до сих пор уверены, что это далеко не последняя ее функция. Поэтому просто справка. Теперь селезенку полностью не удаляют. Ее части зашивают вот в эту тушину. И если посмотреть на УЗИ, допустим, попозже, то она как бы группировывает маленькие селезеночки, как прямо на этой брюшине. Можно вопрос? Да. Что? Зачем ее вообще удаляем при операции? Дело в том, что травма селезенка, как вы знаете, она очень хорошо кровоснабжается. То есть там погибают ретроциты. А орган, который водянистый при ударе, лопается. Куда бить надо? Бить надо. Сначала слева, слева, реберная дуга. Взяли в бок руку, положили и поставили вот так, как я. Вот сюда надо бить, чтобы порвать селезенку. Печень находится справа. В норной печени не поступает из-под края реберной дуги. То есть она селезенка поступает. Можно еще этот вопрос? Лепотем не больше такой. Печень является как-то так чистящим органом и так далее и тому подобное. Там очень всякие нервы и так далее. Почему очень больно и отключается сознание при ударе по печени? Что? Печень при ударе по печени образуется гематома. Печень окружена тоже как в брюшине. Образуется гематома, которая давит на вот эту брюшину. Брюшина очень хорошо энергируется. И любые повреждения брюшины, вот эти гематомы, очень болезненные. То есть в самой ткани печени, в ней нет нервов, есть нервы в ее оболочке. А удар печени, вообще повреждение печени, цирроз, допустим. Люди пьют водку всю жизнь, а потом у них печень водили в разных отказах. Они не чувствуют то, что их печень разрушается, потому что в ней и в самом их нервах. Они чувствуют боль, когда разрушение уже достигло ее оболочек. То же самое с легкими. Человек не чувствует туберкулез, разрушение легочных тканей, потому что в легких нет нервов. Когда туберкулез переходит на плеву, оболочку легких, тогда человек начинает порчиться вдоль. Вот такая, к сожалению, незамызвязь. И травмы в основном брюшной полости при падении, при ударе. Травмируются в основном не полые органы. Полый орган жалился, расширился. Травмируются в основном органы, в которых много крови. То есть в печени много крови, потому что она и чистая. В селезенке много крови, потому что она и чистит кровь от клеток, в которых стоят. Понятно? Итак, брюшной полости сказала, что на соседско-монку брюшина брюшина. Бюшина водится на брюшной полости. Бюшной полости, но водятся мочевые органы. В данной картинке вы видите две почки. Правую и правую почку. Представим себе, что правая почка находится сзади, под печенью. Левая почка находится немножко сзади и под селезенку. Поскольку печень больше, поэтому правая почка немножко опускается. И в норме правая почка располагается ниже, чем левая. Функция почки основная – это концентрация мочи, то есть чистка крови. Если печень у нас обезвредила токсические вещества, то почки должны это обезвреженное токсическое вещество вывести из организма. Почка состоит из нефронов, клеточек. Представьте себе клубочек капилляров. Этот клубочек капилляров маленький, окружен соединительно тканью, такой оболочкой, подрачной. В клубочке капилляров фильтруется жидкость вместе с вот этими веществами, которые обезвредила печень, с токсинами. Но остается в клетке крови, остается глюкоза и остаются белки. Вот эта жидкость с этими веществами идет дальше, попадает в так называемый канализ. Канализ, он из витой, очень длинный. В нем происходит обратное всасывание воды, обратное всасывание нужных организмов питательных веществ и выведение всего ненужного. То есть почка таким образом не только сохраняет влагу для организма, почка таким образом сохраняет и у воды, биологически активные вещества. Если повреждается вот этот канализ и вода обратно не всасывается, вы можете представить, что в сутки будет человек мочиться примерно шестью литрами жидкости. Мы столько не выпиваем и организм очень быстро обезвоживается, ведет к гибели. Но в почке, кроме вот этой функции, функции мочеобразования, есть другая функция. В ней существует так называемая ренинно-гентензиновая система. Если уменьшается давление крови в почке, если уменьшается кровонаполнение почечных сосудов, в ней начинается синтезироваться биологически активное вещество ренин. Ренин действует как катализатор при вращении и образовании ангиотензина-1. Ангиотензин-1 выбрасывается в кровь, где, попадая в стенку сосуда, катализируется опять и образуется ангиотензин-2, вещество, которое сужает кровоносную сосуду и тем самым повышает артериальное давление. Поэтому гипертония бывает не только сердечной, она бывает и почечной при заболевании почек. Почка вокруг окружена жировой капсулой, образующей ее жировую подушку. Поэтому говорят, что очень часто люди любят друг друга бить по почкам. Действительно, при ударе по почке образуется гематома именно в этой жировой капсуле, и синяков на поверхности кожи видно не будет, хотя повреждения могут быть значительными. От почки отходят два ночи точек. Это мышечные трубки. Мочи точники впадают в мочевой пузырь. Мочевой пузырь похож на воздушный шарик. В действительности у него есть тело. Вот это широкое часть. Вот это дно. Дальше идет тело и устье. Мочи точники впадают в области устья. Мы чувствуем желание сходить помочиться, когда объем мочевой пузырь составляет 250-300 мл. Максимально мочевой пузырь может растянуться на 600-800 мл. После этого достаточно просто спрыгнуть в ступеньки, и он разрывается. Вот эти большие сосуды, которые вы видите, это и брюшная орла. Она сделается на общую пузырьшную мель. Это нужная половина. Вы можете представить, что в основном устья почки они какие-то небольшие. Что при травме помочь человеку очень сложно и практически нереально. Эти два образования похожие ложи, которые находятся на почке, называются на почечнике. Маленькие бурдальники. Если удалить человека на почечнике, то он умрет в течение двух суток. На почечнике это орган, который синтезирует дермолы. В него есть два слоя из разъезда. Корковое и мозговое вещество. В корковном веществе синтезируются кортикостероидные гормоны. Глюкокротикоиды, минералокротикоиды. Минералокротикоиды отвечают за обмен ионов в нашем организме. Глюкокротикоиды поддерживают все обменные процессы. Обмен глюкодов, обмен жиров, обмен глюкодов. В мозговом веществе синтезируется норадреналин, дофамин и адреналин. Это не просто вещества, которые сужают кровоносные сосуды. Это вещества, которые называются медиаторы передачи нервных импульсов. Медиатор – это вещество, с помощью которого с одного нервного волокна импульс передается на другое, с помощью которого с нервного волокна импульс передается на мышечную ткань. Поэтому, когда у человека развивается недостаточность норадреналина или адреналина, у него развивается слабость мышечной системы. На самом деле, в опытах, я это устанавливал Павлов, он описывал очень жестокую ткань, когда он удалял надпочечники, и животное погибало в течение нескольких дней и погибало действительно в луках. Итак, надпочечник – это орган эндокринной системы, который синтезирует очень важные для нас вещества, которые поддерживают жизнедеятельность в нашем организме, можно сказать и так. Вернемся к головному мозгу. В головном мозге есть маленькое образование гипофиз. Гипофиз находится в турецком седле. Турецкое седло – это образование на основании черепа. Если посмотреть, то он находится где-то на уровне межброви, на сантиметра 4 вну. Гипофиз – это орган эндокринный. В нем синтезируются гормоны, которые контролируют функцию всех желез внутренней секреции нашего организма. Такие называются троптые гормоны. Например, адренокортико-тропные, то есть он контролирует синтез кортикостероидов надпочечника. Или тиреотропный гормон, то есть он контролирует синтез тиреоидов гормонов щитовины железы. Так, представим, что это почка. За почкой, где находятся мышцы спины. Мышцы спины очень массивные. Самые, можно сказать, такие развитые мышцы после подбедренных и ягодичных. Это место, где находится очень много жира в подкожно-жировой клетчатке. Да, вы не думаете, ни в бедрах, ни в животе. На самом деле, очень много жира на спине. Дальше следует кожа. Спереди все это прикрыто брюшиной. И спереди начинается кишечник. Кишечник занимает в основном всю душевую полость. И если, когда хирург делает операцию, кишечник просто выпирает как бы из рамы. Он прикрывает часть желудка. Он прикрывает, он может прикрыть часть печени. Прикрывает селузенку. И стремится туда, где есть свободное пространство. Ну, возможно, интересно, он тут еще узнает про аппендицит. Воспаление аппендиксов. Что такое аппендикс? Аппендикс это часть толстой кишки. Это ее отросток. И он представляет собой лимфоидную ткань. И эта лимфоидная ткань, к сожалению, неизвестно почему. Наверное, потому что мы едим не то, что нужно. Это лимфоидная ткань воспаляется. И воспаляется брюшина, которая покрывает аппендикс. Именно воспаление этой брюшины так болезненно для нас и дает всю клиническую симптоматику, с помощью которой врач оставит этот диагноз. Операция по удалению аппендикса не небольшая, не трудоемкая. Но, к сожалению, если этот отросток разорвался и воспалилась брюшина, то развивается состояние, называемое перитонит. В XIX веке перитонит всеизвестно химорство казалось так. Мы боимся двух вещей – Бога и перитонита. В XX веке Гаас сказал по-другому. Мы перестали бояться Бога, но до сих пор боимся перитонита. Перитонит – это состояние, когда воспаляется брюшина в брюшной полости. И в течение трех суток она приводит к полной органной недостаточности. Человек отказывает печень, селезенка, желудок, кишечник и почки. Но не будем на сих пор дуржу нот заканчивать. Что-то остается работать. Ну, медицина шагает вперед, и все заканчивается. Все-таки селезон перестали бояться. Все-таки селезон перестали бояться. И стали оставлять. Живе дальше оставлять. Да. Вот такой вкратце небольшой очерк по стране человеческого тела. Я знаю, как это можно говорить и сами. Я думаю, что здесь тоже. А, что еще кто-то? А, черепа, черепа? А, головной мозг, ну, представь мне, что-то головной мозг. Главный мозг, это совокупность нервных клеток. Нервная клетка представляет собой тело. И по общей сложности два отрос. Один гендрит короткий. И второй аксоны длинные. Аксоны соединяются гендритами следующей клетки и так далее. И так далее в цепочку. Представьте себе серое и белое вещество. Серое вещество внутри, белое вещество снаружи. Серое вещество – это ядра, белое вещество – это отростки. Это все сплошной нервный импульс, который может передаваться направо, налево, вперед, назад, замыкаться, останавливаться, идти дальше. Существует древний ствол, как бы мозга основной и новую – карат. Древний ствол наиболее живучий. Он может прожить без кислорода в течение 6-8 минут. Время как карат без кислорода может прожить только в течение 1 минуты. К древнему слою и относятся таланус и гипоталанус. Это части среднего мозга. Таланус, в нем замыкаются центры зрения, слуха, вообще боняния, то, что мы воспринимаем из внешней среды, то, что те рецепторы, которые находятся у нас в лице. В гипоталанусе, как я вам говорила, тоже из них центры. Если честно, если память меня не изменяет, там тоже центры слуха, зрения замыкаются. Но конечным итогом всего этого является кора. Если повреждается кора, включаются все функции. Если повреждается таланус и гипоталанус, отключаются все функции. Но вот если повреждается, допустим, какую-то периферию скончать, то мозг сможет взять для себя, ну, допустим, не все нервное блокно, а одна и треть. Мозг возьмет на себя функцию перестроить так, что человек не будет ощущать это как патологию. И очень часто люди, у них ограниченные крайне вруховые поля зрения, они приходят, и врач начинает измерять у них обеззрение, они говорят, а вы знаете, я так всю жизнь вижу, я нормально. Вот. Ну, вообще мозг – это очень сложная структура, и является до сих пор для нас загадкой, потому что непонятно, что где точно, если за допустим, что в этой извилине, эта извилина нас отвечает за речь, эта извилина у нас отвечает, она за мысли, эта извилина у нас отвечает, она за нельзя. Все эти области раскиданы, расширены. Кроме того, мозг обладает, в частности, кора, очень хорошей регенеративной способностью. Если удалить его часть, то с течением времени, безусловно, это ни день, ни два, это месяц, от месяца и годы, остальная часть мозга берет на себя функцию удаленной части. При лоботомии. При лоботомии. Лоботомия – это операция удаления лобных долей. К сожалению, вот эта операция делает людей инвалидами на всю жизнь. То есть, ну, по-другому говоря, у них не будет развита ваша нервная деятельность. А при частичной, допустим, когда вырезается, ну, маленький кусочек, причем врачи, если вырезают икоп, по-другому, до многого доходят, а если какой-то сосуд поврежден, то вырезается буквально сантиметр максимум ткани мозга. И то люди потом очень многое останавливаются. И ствол мозга – это, в принципе, само серое вещество с его проводящими путями. Мы никогда его не чувствуем, мы о нем не думаем. Он контролирует все наши процессы в реанимизме. Он запускает импульс, который заставляет мышцы грудной клетки сокращаться, расширяться. Он запускает импульс, который действует на собственную вот эту систему сердца, и оно начинает двигаться быстрее. Он отвечает за работу кишечника, желудка, печени и селезенки, то есть то, с чем мы живем, и то, о чем мы думаем. По мозгу тоже можно говорить бесконечно. И в действительности это одна из самых больших загадок в теле человека, в которую нельзя влезть, нельзя поставить эксперимент и узнать, что же будет, если будет того, или что же будет, если будет того. Субтитры создавал DimaTorzok